Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Вопросы социально-экономического и общественно-политического развития субъекта обсудили на встрече полпредпрезидента ВСКФО Юрий Чайко и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тибрезов. Ситуация с коронавирусом, как и везде, она напряженная. В Малокарачаевской центральной поликлинике создана целая система, где между сотрудниками распределены обязанности. На военную службу будут призваны 128 тысяч человек. Ряды вооруженных сил России готовятся пополнить и новобранцы из Карачаева-Черкесии. Самое главное в такой ситуации не отчаиваться. Психологи, социальные педагоги, дефектологи могут оказать помощь детям в Центре образования номер 11 Черкеска. Сегодня в Пятигорске глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с полпредом президента ВСКФО Юрием Чайко. Обсудили вопросы социально-экономического и общественно-политического развития субъекта, в частности, касающиеся выполнения поручений президента России и реализации приоритетных национальных проектов. Отдельно говорили о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, о мерах ее стабилизации, в том числе с предстоящим стартом туристического сезона. Сегодня руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова призвала ужесточить ограничения в ряде регионов с высокими показателями по заболеваемости. Среди них и Карачаева-Черкесия. По словам Поповой, в общественном транспорте и в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. И, как сообщает оперативный штаб республики, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 10 381. Из них 6 222 человека выздоровели, 928 – госпитализированы. В Малокарачаевском районе в Центральной поликлинике созданы все условия для того, чтобы больные коронавирусом или те, у кого есть симптомы ковид, могли пройти обследование, не контактируя с другими людьми. Между сотрудниками распределены конкретные обязанности, и данная система успешно работает. Подробнее расскажет Аслан Гирюгов. Работа амбулаторного звена разделена на несколько потоков. Для людей, у которых есть симптомы острых респираторных заболеваний, существует отдельный вход. Предусмотрены кабинеты как для температуре чехта, так и для людей с подозрением на коронавирус. В этих кабинетах люди сдают все необходимые анализы, начиная от мазков, заканчивая назначением на компьютерную томографию, что позволяет избежать контакта этих людей с другими пациентами. Все больные COVID-19 изолированы и разделены по мере сложности болезни. Есть руководитель центра, КУЛ-центра, который за все отвечает за дистанционное назначение. Бригады выезжают, осматривают пациентов, сбрасывают информацию сюда, в центр, и соответствующие назначения получают уже по телефону. Есть отдельный кабинет для температурищих. Как и во всей республике, в Малокарачаевском районе заметен прирост заболевших. Поэтому сейчас важно, как никогда, уделить внимание всем мерам предосторожности. Очень много людей, не только с коронавирусом, они обращаются в общем с симптомами. Некоторых не подтверждается, но, к сожалению, есть много случаев подтвержденных. Фиксируется стабильное поступление больных, и поток у нас не прекращается. Сказать так, что уже пошел на спад в нашем районе коронавирус, это мы пока не можем. Участковый врач-терапевт Асиат Кубанова призывает, при первых же симптомах сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Сейчас в интернете многие люди распространяют информацию о тех или иных препаратах. Применение их без указания врача может быть опасным. Лекарство может вызвать аллергию или же привыкание, что в будущем может осложнить лечение. Пока больной доходит до нас, он уже переделал все препараты, не оставляя выбора для врача. Поэтому хочу сказать, что препараты для лечения коронавирусной инфекции подбираются индивидуально, с учетом возраста, пола, клинических проявлений и сопутствующих заболеваний. Препарат, который лечит одного, может совсем не помочь другому. Врачи обращаются ко всем жителям республики с просьбой ответственно отнестись к болезни и избегать общественных мест, принимать все меры предосторожности, строго соблюдать гигиену, носить маски и перенести все семейные праздники на более благоприятное время. Аслан Гирюков, Роберт Жигутонов, Вести Карачаево, Тюркесия, Малокарачаевский район. Из-за аномально теплой погоды в ноябре цветут розы. Гидрометеорологи объясняют это тем, что установилась среднесуточная температура воздуха выше нормы в ноябре на 7-8 градусов. И клумбы вновь стали яркими, как летом. И прогноз погоды от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2, днем 4-9 выше нуля. В Черкесске без существенных осадков ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, днем 7-9 выше нуля. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Новобранцы готовятся пополнить ряды вооруженных сил. В России, как и в Карачаево-Черкесии, продолжается осенний призыв. Как в период пандемии проходит призывная комиссия. И сколько призывников от нашей республики до конца декабря отправятся в воинские части страны. Из Уиджигудинского района репортаж Светланы Шагановой. Зашуршала листва, наступила золотая осень, а вместе с ней начался осенний призыв в армию. До конца этого года на военную службу будут призваны 128 тысяч человек со всех 85 субъектов России. Руслан Тимиров к военной службе готов. Скоро отправка. Примером для Руслана всегда был и есть его отец, который служил в МФ. И сын мечтал об армии с детства. И вот этот день настал. Желание Руслана попасть в воздушно-десантные войска. Очень мечтаю прыгнуть с парашюта. До этого никогда ни разу не прыгал с парашюта. Вот всегда мечтал попасть в ВДВ. Потому что для юного человека, для юного гражданина 18 лет, я считаю, что он обязан отслужить в армии даже для характера мужского. А после службы в армии Руслан Тимиров хочет работать в силовых структурах. Как и многие другие молодые ребята, которые уже сейчас задумываются о достойной заработной плате и спешат пройти медкомиссию. Но не все получают категорию годность. Выявляется все больше патологий. Больше патология желудочно-кишечного тракта. Это, соответственно, неправильный образ жизни, неправильное питание. Гастриты, плоскоступие. Урологическая патология часто встречается. Мочекаменная болезнь. Все это нарушение обмена веществ. Как работает призывная комиссия в Ужигутинском районе, лично проконтролировал военный комиссар Карачаева-Черкесии Сергей Белобородов. При входе в комиссариат обязательное измерение температуры, сатурации и дезинфекция рук. А призывники сдают тесты на ковид в районных поликлиниках. И приходят только с отрицательными результатами. Стоит отметить, что в этой призывной компании нет ни одного заболевшего призывника и сотрудника военкомата. На сборных пунктах оборудована лаборатория, где делают экспресс-тесты. В специально обработанных автобусах, либо отдельных вагонах, новобранцев доставляют воинские части. Все призывники обеспечиваются масками и антисептиками. В дороге получают горячее питание, в пути с гражданскими лицами не контактируют. Приняты самые жесткие меры, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. В Карачаево-Черкесии у нас около 500 человек. Должно быть призвано осенью. Уже более 200 мы направили для прохождения воинской службы, воинские части. Поэтому кампания заканчивается у нас 30 декабря. До этого времени план будет выполнен на 100%. С каждым годом у клонистов становится все меньше, говорит военком. Да и для солдат созданы лучшие условия. Питание в виде шведского стола даже есть тихий час. А понятие «дедовщина» уже в прошлом. Лучше не уклоняться от мероприятий, связанных с призывом. Отслужить год. Тем более условия сейчас в вооруженных силах достаточно комфортные. Боевая подготовка, питание. Все условия созданы для того, чтобы молодой человек отдал свой долг родине. Сейчас армия – это еще и возможность заработать. Многие выбирают службу по контракту. Более 80 призывников уже воспользовались этим правом. А кто выбирает военную службу и у кого уже есть семья и ребенок, то в отсутствии мужа супруга получает пособие от Министерства обороны 16 тысяч рублей в месяц. А у кого двое маленьких детей, еще дают и отсрочку. Есть такие, которые не хотят служить, но мне кажется, что большая часть все-таки в армию идут охотно. В Ужжигутинском муниципальном районе ситуация, на наш взгляд, неплохая. Идет исполнение плана на 67% на сегодняшний день. Но до 1 декабря, я так думаю, что мы сможем выполнить 100% этот план. В Ужжигутинском районе уже стартовала традиционная патриотическая акция «День призывника». В онлайн-режиме школьникам и их родителям рассказывают об армейских буднях. Героических подвигах, о том, почему нужно служить в армии и почему служба – это так почетно. И если раньше, через две зимы и через две весны, нужно было как следует отслужить и вернуться, то сейчас всего лишь одна зима и весна и дембель. И это не просто статус, а состояние души. Когда заканчивается срочная служба, и солдаты, словно вольные птицы, летят к себе домой. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Крачаево-Черкесия, Изучь-Жигутинского района. Региональный консультативный центр в Центре образования номер 11 продолжает свою эффективную работу. Какую новую помощь они оказывают, какие специалисты привлечены к работе, в каком режиме осуществляют свою деятельность учреждения, узнавала Альбина Ламкова. Центр психологической помощи – порой единственное место, где могут помочь человеку справиться с его проблемой. И вопросы, с которыми обращаются в учреждения за услугой, достаточное множество. Задача специалиста состоит в том, чтобы совместными усилиями найти методы решения непосредственно самой проблемы. Самое главное – в такой ситуации не отчаиваться. Психологи уверены, что без выходных ситуаций не бывает. Их работа тому подтверждение. В региональный консультационный центр привлечены ведущие специалисты республики с хорошим опытом работы. Расположен он на базе Центра образования номер 11. В него входят три структурных подразделения. Родители могут обратиться в любой из них. Желающим окажут помощь психологи, социальные педагоги, дефектологи, логопеды и специалисты других профессий, в том числе и воспитатели. Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, когда вы к нам приходите на консультацию, не переживайте, что вам не с кем оставить своих несовершеннолетних детей. У нас есть в штате воспитатель, который присмотрит за детьми, соответственно, и окажет ухуд. Понятно, что речь идет о детях дошкольного возраста. Но даже если у вас школьник, начальная школа, мы готовы и здесь вам оказать помощь. Время, проведенное в нашем консультационном центре, будет для вас результативно как для взрослого, так и для ваших детей. В то время, пока мама получает консультацию, специалист с пользой проводит время с малышом. За этот период они занимаются творчеством. Тем самым педагог исследует в ребенке способности, которыми он обладает. Пока что у тебя не было, мы сделали красивый рот. Ой, красиво. А кому ты их подаришь дома? Бабушке. Спасибо вам большое за консультацию и мы придем еще к вам. В связи с обстановкой в стране, связанной с коронавирусной инфекцией, свою помощь специалисты центра могут оказывать и дистанционно. Тем, кто находится дома и не может выехать на место. Нет ничего страшного в том, что ребенок не напрямую контактирует с педагогом, а у него связь через экраны. Вашему ребенку вот настолько сложно, как вы это сейчас воспринимаете. Спасибо большое за консультацию, прямую сведению. Постарались сделать так, чтобы ребенок отактировался к дистанционному обучению. И небольшая благодарность тому, что существуют такие центры, как ваш. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Перерыва в работе психологический центр не делает. Нередко квалифицированные специалисты оказывают помощь и на выездных консультациях. В центре утверждают, что важно найти себя в жизни и осуществлять мечту. Это и есть конечная цель профессиональной работы. А иначе нельзя, так как в современном обществе быть здоровым и счастливым не просто необходимо, но и модно. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Таким был понедельник, Карачаево-Черкесия. А прямо сейчас премьера фильма «Бомба». Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова